Депутат Народного Собрания Гузи Александр Тарнавский, который в этой встрече принял участие. На этой встрече обсуждался вопрос о возможности восстановления диалога и доверия между центром и регионом для нахождения консенсуса и поиска решений, пишет Александр Тарнавский в своем блоге. Также Тарнавский указывает, что встреча между представителями Камрата и Кишинева была организована финской организацией Conflict Management Initiative или сокращенно CMI, также известной как фонд Марти Ахтисари. В качестве важного отступления от сегодняшней темы скажем несколько слов о том, кто такие CMI, в чем их роль и чем обусловлено их появление. CMI – это международная неправительственная организация, которая занимается разрешением конфликтов в различных уголках мира через диалог и медиацию. CMI в Гагузи работает примерно с 2015 года, налаживая диалог между Кишиневым и Камратом. В частности, CMI занимался медиацией процессов в рамках рабочей группы парламента Республики Молдова и Народного Собрания Гагузи. Рабочая группа парламента и Народного Собрания была создана в 2015 году для налаживания диалога между Камратом и Кишиневым по линии законодательных органов Народного Собрания и парламент Республики Молдова. Рабочая группа парламента и Народного Собрания была создана как еще один инструмент или площадка для взаимодействия Камрата и Кишинева. Еще один, потому что к тому моменту существовали и существуют до сих пор еще несколько инструментов для взаимодействия Кишинева и Камрата. Но по определенным причинам они не работают. Речь идет о таких механизмах, как членство Башкана в правительстве, право Народного Собрания Гагузи на законодательную инициативу в парламенте Республики Молдова, право Народного Собрания обращаться в Конституционный суд Республики Молдова, если Гагузия считает, что ее права и компетенции были ущемлены. Помимо этого, еще одним механизмом для взаимодействия Камрата и Кишинева является или являлось и продолжает являться членство начальников управления исполкома Гагузии в коллегиях министерств. Также к механизму взаимодействия можно причислить наличие в Камрате офиса Государственной канцелярии Республики Молдова. Механизмы, которые я перечислил выше, существуют с 1994 года и представляют возможность для различных форм взаимодействия между Кишиневым и Камратом, таких как диалог, лоббирование, координация и даже разрешение споров. Худо-бедно, но большая часть этих механизмов работала и до создания в 2015 году рабочей группы парламента и Народного Собрания, а некоторые из них существуют и функциональны до сих пор. В чем же была необходимость создания рабочей группы парламента и Народного Собрания, если до ее появления существовало несколько механизмов взаимодействия и некоторые из них существуют до сих пор? Рабочая группа была создана как реакция Кишинева на гагузские незаконные референдумы от 2014 года. Так называемые гагузские референдумы от 2014 года явно показали, что Республика Молдова не смогла интегрировать гагузское сообщество, а также что центральные власти вообще не контролируют ситуацию в Гагузии. Но вместо того, чтобы серьезно задуматься и понять, что политика Кишинева по отношению к Гагузии не работает и дает серьезные сбои, и выработать правильные лечения для болезни, Кишинев решил обойтись обезболивающим в виде рабочей группы. С момента создания рабочей группы, которая была создана для налаживания диалога, ситуация только усугублялась. И все дошло до того, что Народное Собрание вышло из диалога, отозвав своих депутатов из рабочей группы. Причиной этому стал захват власти в Гагузии преступной группой Илона Шора, что четко продемонстрировало, что дело не в отсутствии или наличии диалога между Кишиневым и Камратом, а дело в том, что у Кишинева как главного в этой ситуации нет видения и государственной политики в отношении Гагузии. Кишинев не мог и, судя по всему, даже не ставил перед собой цели добиться демократизации и декриминализации Гагузии. Государственная политика Республики Молдова в отношении Гагузии всегда была завязана на каких-то личных отношениях первых лиц в Кишиневе и в Камрате. И этот подход работал до тех пор, пока в Кишиневе и в Камрате у власти сменялись то пророссийские, то вороватые или чаще всего пророссийские и вороватые политики. И пока Россия не развязала самую большую преступную войну в континентальной Европе за последние 90 лет. С момента, когда в Кишиневе к власти пришли политики, декларирующие борьбу с коррупцией и европейскую интеграцию, а в Камрате к власти пришли члены ОПГ, Шора, подконтрольной России, личные взаимоотношения между представителями руководства Гагузии и Республики Молдова в такой ситуации стали невозможными. Соответственно, политика Кишинева в отношении Гагузии, основанная на личных взаимоотношениях первых лиц автономии страны, перестала работать. Но проблема в том, что другой политики нет, и мы не видим попыток ее выработать. Ситуация доведена до того, что в Стамбуле организуется тайная встреча между представителями региональных властей этого Гагузия и центральных властей Республики Молдова. Почему я называю эту встречу тайной? Ну, потому что никакого пресс-релиза или официальной информации по поводу этой встречи не было и нет. И я понимаю, почему. Потому что сам факт того, что Камрат и Кишинев встречаются в Стамбуле, звучит как абсурд. И сам по себе напрашивается вопрос, а что Гагузия перестала быть частью Республики Молдова, или может Камрат и Кишинев находятся в состоянии конфликта, и поэтому обязательно надо встречаться за пределами страны? Принято считать, что с 1994 года Гагузия была успешно реинтегрирована в Республику Молдова и получила особый правовой статус. Но встреча, организованная в Стамбуле 30 лет спустя после принятия закона об основном правовом статусе Гагузии и Гагузии, создает впечатление, что Камрат и Кишинев и по сей день остаются конфликтующими сторонами. И конфликт настолько сильный, что в Молдове не нашлось ни одного места для встречи, и эту встречу пришлось организовать в Стамбуле с привлечением медиатора в виде международной организации CMI, занимающейся урегулированием конфликтов. Исходя из этого, я делаю вывод, что Кишинев и руководство страны рассматривает Камрат как не совсем органическую часть Республики Молдова, а сторону, с которой Кишинев находится в состоянии конфликта. И это свидетельствует о том, что у Кишинева очень искаженное видение того, как работать с Гагузией. Я очень часто в своих монологах критиковал Камрат в отсутствии позиции и политики, отражающей интересы гагузского сообщества. И этих политики, позиций как не было, так и нет. Но мы не можем сказать, что у людей, захвативших власть в Гагузии, нет интересов, и они не понимают, что делают, или не понимают, чего хотят. Люди, захватившие власть в Гагузии, понимают, чего они хотят от Кишинева, и они это четко артикулируют. Они также четко артикулируют и показывают свое отношение к Кишиневу. Их интересы и отношения к Кишиневу не отражают интересы гагузского сообщества и Гагузии, а только их личные шкурные интересы. Но, тем не менее, они четко понимают, чего они хотят, и этого не скрывают. Люди, захватившие власть в Гагузии или в Камрате, сегодня и те, кто был до них, относятся к Кишиневу как к дойной корове. Они хотят больше денег, больше власти, и чтобы Кишинев не вмешивался во внутренние дела в Гагузии, то есть оставил их в покое. И эту позицию гагузские политики артикулируют годами. Но я не совсем понимаю, каково отношение к Гагузии у Кишинева или тех, кто находится у власти в Кишиневе. После того, как стало известно об этой встрече в Стамбуле, у меня возникают вопросы, а остается ли Гагузия частью Республики Молдова с точки зрения Кишинева? Чего хотят власти Кишинева от Гагузии? Как они видят дальнейшее сосуществование? Они хотят в полной мере реинтегрировать Гагузию и Гагузов в Республику Молдова или не хотят? Я понимаю, что для людей, которые находятся у власти в Кишиневе, неприемлемо вести диалог с теми, кто захватил власть в Камрате. Но тогда другой вопрос. А что Кишинев делает, чтобы в Камрате к власти пришли люди, с которыми Кишинев мог бы вести диалог? Мы же не можем держать в изоляции целый регион, потому что те, кто находятся у власти в автономии, не подходят для диалога. Я абсолютно согласен с тем, что с теми, кто захватил власть в Гагузии, вести диалог неприемлемо. Это все равно, что вести диалог с террористами. И задача Кишинева – освободить регион от бандитов, захвативших здесь власть. Но, как мы видим, Кишинев для этого ничего не делает. Вместо этого Кишинев пошел на какие-то тайные встречи в Стамбуле, в том числе с представителями шоровской банды. Некоторые из тех, кто поехал с гагаузской стороны на эту встречу в Стамбуле, может и убедил кого-то в СМА или в Кишиневе, что они не с Шором. Но, наблюдая за их действиями в Камрате, мы приходим к однозначному выводу, что они действуют в интересах Шора. Голосуют, как выгодно Шору, делают скандальные заявления в интересах Шора, оправдывают преступную политику России и ОПГ Шора в Гагаузии. С такими людьми надо не встречаться. Нужно делать все, чтобы такие люди не могли прийти к власти в Гагаузии. Потому что методы, которыми они приходят к власти, противоречат законодательству Республики Молдова и принципам демократии. Почему меня так возмутила эта встреча в Стамбуле? Это нас не то, что возвращает на 30 лет назад, во времена существования самопровозглашенной и никем не признанной Гагаузской республики. Это даже хуже. Даже во времена существования самопровозглашенной и никем не признанной Гагаузской республики комрад и Кишнев для согласования позиций и принятия каких-то общих решений встречались на территории Республики Молдова, а не за ее пределами. И даже тогда был виден институциональный подход для того, чтобы решить проблему, которая тогда существовала, в смысле сепаратистскую проблему. Руководство страны создало комиссию и не одну, которую разрабатывали государственные политики, в том числе и закон об особом правом статусе. Я, например, никогда не слышал, чтобы в 90-е годы представители Камрата и Кишнева встречались за пределами страны. Насколько мне известно, все встречи проходили на территории Республики Молдова и без каких-либо медиаторов. Хотя тогда речь шла о настоящем политическом конфликте, который в один момент имел все шансы перерасти в коровопролитие. А сегодня, 30 лет спустя, после принятия закона об особом правом статусе, когда Гагаузия и до юрия, и до факта является составной частью Республики Молдова, частью ее экономической, политической и социальной системы, представители Кишнева и Камрата встречаются в Стамбуле. Да еще и при посредничестве международной организации, занимающейся разрешением конфликтов. Это в чью голову пришла такая больная фантазия? А чего ждать дальше? Встреча Камрата и Кишнева в Совете Безопасности ООН? Или что? С гагаузскими политиками, особенно с прихвостнями и марионетками Шоров, все понятно. Они готовы хоть куда поехать на встречу с Кишневым, потому что им нужна легитимизация. А встреча, организованная в Стамбуле, да еще и при посредничестве международной организации, это то, что сегодня нужно шаровским марионеткам в Гагаузии, оказавшимся в изоляции. Но зачем Кишнев пошел на такую авантюру, мне вообще непонятно. Вместо того, чтобы показать, что Кишнев контролирует ситуацию и является хозяином в этой стране, он почему-то согласился на эти мутные закулисные интриги. В 2019 году в Камрате я брал интервью у госпожи Майя Санду, на тот момент премьер-министра Республики Молдова, которая говорила в том интервью о необходимости налаживания институционального диалога с Гагаузией. В 2020 году Майя Санду стала президентом Республики Молдова. В 2021 году ее партия получила большинство в парламенте страны. В 2024 году Майя Санду переизбралась на второй срок. С момента моего интервью с Майя Санду в 2019 году прошло 5 лет. Но мы так и не видим институционального диалога Кишнева с Гагаузией. Попытки договориться с Константиновым, лидером местного ОПГ, мы видели. Закулисные игры Кишнева с Камратом тоже видели. Попытки Кишнева решать вопросы в Гагаузии через людей с неоднозначной репутацией тоже видели. А институционального подхода по отношению к Гагаузии мы так и не увидели. И тут возникает самый главный вопрос. Если Кишнев не может справиться с Гагаузией, как он справится с Приднестровьем? Кишневские политики так и не осознали того, что Республика Молдова это непростое унитарное государство. Республика Молдова это унитарное государство с асимметричным регионализмом. В Республике Молдова на сегодняшний день как минимум три региона, которые можно считать территориальными автономиями. Это Гагаузия, Тараклия и Приднестровье. С Гагаузией все ясно и для многих не является сюрпризом мое утверждение, что Гагаузия это территориальная автономия. Но многие могут спросить, а при чем здесь Тараклия и Приднестровье? Тараклия, потому что на территории Тараклии большинство жителей составляют представители болгарского меньшинства. И Тараклийский район всегда оставался самостоятельной административно-территориальной единицей при любых административно-территориальных реформах в Республике Молдова. Сегодня Тараклийский район не имеет особого правого статуса, но имея такой этнический состав, рано или поздно они попросят такой статус и к этому надо быть готовым. И третий регион это Приднестровье, который до июля является территориальной автономией, потому что в 2005 году парламент Республики Молдова принял закон о принципах урегулирования Приднестровского конфликта, в котором обозначил условия реинтеграции Приднестровья. Таким образом, с точки зрения Кишинева, реинтеграция Приднестровья возможна в статусе территориальной автономии, по типу той, которая есть у АТО Гагаузи. Несмотря на такое административное территориальное устройство Республики Молдова и грядущую реинтеграцию Приднестровья, мы не видим намерения и желания Кишинева научиться это все администрировать. Оставить все на самотек не получится. Мы видим, к чему привела попытка предоставить Гагаузию самой себе. Представьте, если бы еще и Приднестровье сегодня было реинтегрировано в Молдову. Это был бы полный хаос. Политическая ситуация в Тараклии не сильно отличается от Гагаузии. Тараклии тоже управляют ОПГ Шора, просто тараклийские политики не такие громкие и провокационные, как гагаузские шоровцы. Так вот, имея такую сложную политическую ситуацию и такое непростое административно-территориальное устройство, которое среди интеграции Приднестровья может стать еще сложнее, мы не видим попыток в Кишиневе не то чтобы управлять этой ситуацией, но даже научиться этому. На уровне властей и даже на уровне экспертного сообщества Республики Молдова нет понимания того, что такое территориальная автономия. Вы не поверите, но в университетах Республики Молдова даже нет такой дисциплины. Нет органов власти, ответственных за разработку политики и видение государства по вопросам администрирования и управления территориальными автономиями. С различных точек зрения. Экономической, политической, административной и с точки зрения вопросов безопасности, в конце концов. На уровне главных институтов власти в Кишиневе нет не то чтобы ответственных лиц, тех же советников по вопросам территориальной автономии нет. Президент Майя Санду, которая еще в 2019 году заявляла о необходимости институционализации диалога с гагаузией, даже не наняла себе советника в области территориальной автономии. На определенном этапе была попытка развивать политику Кишинева в отношении гагаузии в рамках стратегии по интеграции национальных меньшинств, что было в корне неправильно, потому что гагаузия это не про нацменьшинство, даже если здесь 80% жителей представителей гагаузского меньшинства. Гагаузия это про территориальную автономию с широкими политическими полномочиями. Я понимаю, что в Кишиневе многим это не нравится, но это джин, которого выпустили из бутылки и обратно его уже не загонишь. И это пора осознать и научиться управлять территориальными автономиями. Тогда всем станет легче. Вместо того, чтобы разрабатывать нормальный институциональный подход к вопросу управления гагаузией, что в перспективе подготовит Республику Молдову к реинтеграции Приднестровья, нас кормят какими-то непонятными диалогами, которые очень напоминают мутные договорняки. Пока Кишинев любовался диалогами с Камратом, как и международные партнеры, кстати говоря, которые щедро финансировали эти диалоги, Шор, считай Кремль, поимели и Камрат, и Кишинев. И представители Камрата в тех самых диалогах с Кишиневом практически в полном составе сегодня работают на Шора. Нельзя навести порядок в Гагаузии путем диалога. Здесь нужна государственная политика и государственный подход. И начать нужно с четырех базовых вещей, о чем я говорил в одном из предыдущих выпусков. Первое. Это адекватная и эффективная языковая политика в Гагаузии, которая выведет румынские и гагаузские языки на первый план в Гагаузии и гагаузской автономии. Нужно, чтобы выборы Башкана и в Народное собрание в Гагаузии проводил Кишинев в соответствии с Кодексом о выборах Республики Молдова и с международными стандартами в области честных и свободных выборов. Если выборы Башкана и в Народное собрание и дальше будут проводить Гагаузия по собственным правилам, то Гагаузии и дальше будут управлять организованные преступные группы. Кишинев должен проводить в Гагаузии адекватную информационную политику и очистить Гагаузию от российской пропаганды, которая вещает в Гагаузии напрямую из Москвы. Кишиневу пора уже заняться приведением закона об особом правом статусе в соответствии с сегодняшними реалиями и интересами Республики Молдова и интересами гагаузского сообщества. И напоследок самый главный вопрос, почему ПАС продолжает заигрывать с Маринетками Шора в Гагаузии, вместо того, чтобы привлечь их к ответственности и навести порядок в автономии. Вы чего хотите добиться? Больше голосов в Гагаузии? Ну так вы их не получите и вы лучше меня это знаете. Вы боитесь привлечь их к ответственности, чтобы они не взорвали Гагаузию? Так они не взорвут Гагаузию по одной очень простой причине, потому что у них нет поддержки в Гагаузии. Один набрал 200 голосов, другой набрал 150 голосов на последних выборах. Никто в Гагаузии не будет подставлять себя из-за Ильи Узуна, Дмитрия Константинова и Михаила Влаха. И тем более из-за Евгения Гуцул. Кишиневу пора перестать бояться быть хозяином у себя в стране и уж точно не летать в Стамбул для участия в компрометирующих встречах. Друзья, спасибо, что были с нами, спасибо, что смотрите наше видео. Не забывайте подписываться на нас, поддержите нас, если у вас есть такая возможность через Patreon или Paynet. Будем вам благодарны за это. Увидимся через неделю в новом выпуске Nocta Live. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»